Мой айфон 5s устаревает с каждым днём и пора бы его обновить, присмотреть ему на замену седьмой айфончик. И мы с вами находимся в Моллов Эмерисе, неспроста мы сюда приехали, потому что здесь есть много магазинов, где можно присмотреть себе седьмой айфон и, конечно же, 7s. Здесь, кстати, в Моллов Эмерисе находится официальный магазин Apple Store, ещё здесь есть Virgin Store, вот он прямо за нами, и также Carryfour, в нём тоже продаются айфоны, и ещё салон сотовой связи. Давайте пройдёмся по всем магазинам, посмотрим, где сколько стоит, и вообще, стоит ли покупать айфон 7, 7s здесь, в Дубае, или проще приобрести его в России. Пойдёмте. Здесь, в Virgin Megastore, вся Apple-овская продукция отдельно, в отдельной зоне, и, как видите, самый дешёвый айфон седьмой можно купить за 2600 дирхам. Напротив Virgin Megastore есть ещё один магазинчик, Axion Telecom, и там айфоны стоят дороже, самый дешёвый, седьмой айфон, 32 гигабайта, 2960 дирхам, но зато они говорят, что, типа, у нас лучший магазин, мы предоставляем ещё полную страховку на случай ущерба, поломки. Ну, не знаю, кажется, это не стоит того, чтобы переплачить ещё 500 дирхам. Мы подходим к Арифору. Арифор – это большой супермаркет, что-то вроде нашего Ашана. Арифор позиционирует себя как дискаунтер и обещает дешёвые цены на всё. Давайте посмотрим, можно ли здесь купить айфон 7 дешевле, чем в других магазинах. Айфон 7 здесь в наличии не оказалось, говорят, что, возможно, завезут на следующей неделе, но самый дешёвый, седьмой айфон, стоит 2599 дирхам. Здесь айфон 7 есть в наличии, просто его на витрину не выложили, стоит 2749 дирхам, но пока тоже дороговато. Сейчас я зайду в ДУ, ДУ – это местный сотовый оператор, сотовый оператор тоже продаёт телефоны, посмотрим, в какую цену айфон 7. Здесь в ДУ ситуация вообще странная. Во-первых, нету ценников на телефонах, не написано, сколько стоит, и я обратился к продавцу, он говорит, что они не продают телефоны, они продают контракты. То есть телефон в ДУ можно купить вместе с контрактом только, и у вас должна быть резидентская виза, у вас должно быть имя РЦИД, только в этом случае ДУ продаст вам телефон. Цена будет 2640 дирхам, также можно взять в рассрочку на 2 года, каждый месяц по 260 дирхам оплата. Наверное, в эту цену ещё включена стоимость сотовой связи, но я не успел уточнить, потому что тут очень много людей, слишком шумно. Официальный магазин Apple Store находится на самом верху, на втором этаже. Сейчас поднимаемся на эскалаторе и посмотрим, как отличаются цены в официальном магазине от всех остальных. И вот наш вожделенный Apple Store, мы дошли до него. На самом деле в России, насколько мне известно, именно официального Apple Store магазина не существует. То есть есть как бы ретейлеры, ритейлеры, которые продают Apple продукцию. А здесь именно официальный магазин от самой компании Apple. Народу тут очень много, прямо все стоят, что-то смотрят, изучают, проверяют. Давайте мы тоже зайдём и проверим. Обратите внимание, тут очень много телефонов стоит на столах, и все они без ценников. Без ценников. Так, нам всё-таки надо узнать цену. А где нам узнать цену, как нам узнать цену? Здесь, кстати, можно и MacBook'и попробовать, и там ещё есть iMac'и. Короче, все продукции Apple здесь представлены довольно широко. Одна и та же модель прямо в нескольких этих... Несколько штук выложено. То есть не надо встать в очередь, чтобы посмотреть телефон. Можно прямо... Так, где iPhone 7? Надо найти iPhone 7. Ну, вот мы и нашли iPhone 7. Вот они здесь стоят, эти телефончики, на доках. Да, это он 7-й. Его можно узнать очень легко по большой камере. И вот эта полоска, она идёт уже поверху от антенны, а они вот так не горизонтальны, как у 6-го iPhone'а. Так, сейчас цену хочу знать. Цены тут нету, это большая тайна. Давайте подойдём к продавцу, узнаем, сколько здесь стоит. Продавцы в Apple Store вооружены, словно спецназовцы, до зубов. У них и часы есть, и наушники какие-то там, и рации. Ещё что-то на посте прикреплено. Короче, очень странно на самом деле. Не похоже на обычного продавца, а полностью упакован в гаджетах. С ценами, наконец, разобрались. Нам помог продавец. Оказалось, надо подойти к телефону. Здесь такой есть оранжевый ярлычок, прайсинг. Его нажимаем, и опа, вот 32 гигабайта, 7-ка, стоит 2599. А iPhone 7 Plus, давайте посмотрим. Самый дешёвый стоит то же самое, точно так же, смотрите. Хопа, нажимаем Home, нажимаем Pricing. И вот цена у нас, можно переключить на английский. Опа, вот. Самый дешёвый стоит 3099 dirham. Дубайский Apple Store меня приятно удивил. Здесь работает много русских продавцов. Именно не иностранцы, которые русскоговорящие, а именно русские. И даже здесь мы встретили нашу подписчику, наших зрителей. Было очень приятно встретить земляков в дубайском Apple Store. С Apple Store мы прощаемся, выходим. Цены вы все видели, мы обошли 5 магазинов. Тут есть ещё несколько других магазинов. Пожалуйста, если хотите, можете обойти их самостоятельно. Ну и, конечно же, надо проверить цены на Настерсквере. Вчера не успели сюда заехать. Сегодня вот к вечеру заехали. Давайте зайдём, узнаем, сколько стоит седьмой iPhone здесь. Слушай, а iPhone 7 есть у вас, да? Да, да. У тебя какая версия нужна? Для России? Ну, а они в чём разница? Они пять раз открыли. Для России. Ну, для России, да, давай. Вот эта версия в России работает. Это ЛВА и Европа только для России. Вот эта арабская версия, здесь фейстайма нету, и они большинство золоченные. В России не будут работать. На цене они дешевле. В этом магазинчике нам объяснили, что есть две версии продаются здесь айфонов. Российская версия и эмиратская версия. Объяснили, что в эмиратской версии здесь нет фейстайм, ещё чего-то там золочено. Вот, а в российской версии есть и фейстайм, и всё остальное. Ну, короче, сказать, что купить российскую версию, она будет гарантированно работать в России. И там зарядка с двумя этими штекерами. А в эмиратской версии там зарядка с тремя штекерами. Значит, российская версия стоит 2,730, а эмиратская версия стоит 2,580, что ли, типа такого. Цены в дирхамах. Пойдёмте дальше ещё посмотрим. Когда приходите на Насверсквер, будьте готовы, что вас будут атаковать местные зазывалы, причём они на русском языке говорят очень хорошо, предлагают всё подряд. Шубы, золото, духи, телефоны, всё, что хотите. Ну, я, честно говоря, не люблю, когда ко мне так пристают, поэтому мы здесь будем недолго, быстренько пройдёмся и уедем отсюда. И сейчас проверим ещё несколько магазинчиков, узнаем, сколько там стоит айфончики. Давайте сюда. В этом магазинчике нам предложили за 2575 дирхам, тоже есть версия для России. Ну и, конечно же, на Насверсквере можно зайти позолоченные айфоны, значит, 24 карата, золотые телефоны. Цены спрашивать не буду, это не наша цель искать здесь эксклюзив, мы пойдём искать дальше, обычно айфоны интересуют. Давайте напоследок зайдём ещё в один магазинчик и посмотрим, что по чём. У вас есть русский версию? Да. Это вы можете купить. Окей. И это у нас стоит и не будет больше? Да, да. Если вы тоже купите, то сколько это купит? Это последний раз 10 пицц, последний раз. Если? Это был оптомшоп. А, окей, окей. Вы купите фотографии, окей? А в этом магазине нам предложили цену 2520 дирхам за самый дешёвый, 7-ой айфон чёрного цвета. И такой нюанс, что, оказывается, чёрный айфон здесь стоит дешевле, чем остальные цвета. То есть серебристо, золотой и розовый, они стоят дороже, то есть почти 2600 дирхам. Очень странно, почему? Наоборот, чёрный новый цвет, почему-то он здесь стоит дешевле всего. Ну ладно, на этом пока всё. Покупать пока не буду. Мне надо ещё 1-2 дня, чтобы подумать, принять решение. Потом я опять выйду на связь и расскажу, что я решил в конце концов. Ещё я рекомендую вам скачать приложение Apple Store. В нём есть такая замечательная штуковина. Смотрите, можно найти ближайший магазин. Вот, например, Мола Веймера сейчас у нас ближайший. Открываем магазин. И ниже, смотрите, есть семинары и мероприятия. И вот ближайшие мероприятия видите 27 октября, то есть как фотографировать на iPhone и так далее. Расписание семинаров. То есть прямо в Apple Store, в фирменном магазине, который находится в Мола Веймера, проводятся семинары. Если фанат продукции Apple или хотите просто научиться новым фишкам, пожалуйста, нажимайте, записывайтесь на семинар и принимайте в нём участие. Вот тут кнопочка забронировать. Всё очень просто, понятно, делается в несколько кликов. И давайте на всякий случай ещё сравним цены в интернете, в онлайне. Сейчас у нас открыт официальный сайт Apple в Эмиратах. Цена здесь, как видите, 2600 дирхам. То есть цена точно такая же, как в самом Apple Store. Ничем не отличается. И можно заказать прямо онлайн. И на следующий день вам доставят. Также доступна покупка в кредит. Но это, наверное, если у вас резидентская виза. Если вы турист, вряд ли вам дадут что-то в кредит. И давайте ещё посмотрим сайт stuk.com. Это местные эмиратские типа нашего Авито. Новые. Я здесь выбрал мобильные телефоны. Новые. Apple. Вот здесь фильтры все выбраны. Значит, обратите внимание, вот без фейстайма стоит чуть дешевле. 2500 дирхам. И с фейстаймом, то есть это вот без фейстайма, это эмиратская версия, а с фейстаймом это уже интернациональная американская версия. Значит, с фейстаймом стоит самое дешёвое. Вот 2529 дирхам. И, скорее всего, эта цена без доставки. Давайте посмотрим. Наверное, здесь ещё придётся доплачивать за доставку. Вот. Один год гарантии бесплатные. То есть у Apple представляется международная гарантия. Неважно, где вы купили iPhone. В любом случае, он у вас будет на гарантии. И цена давайте добавим в корзину. И смотрите, если вы оплачиваете по карточке MRSNBD, то цена будет ещё дешевле 2454 дирхама. Давайте нажмём дальше. Здесь он у нас зарегистрировался, ввести свой логин и пароль. И обратите внимание, здесь доставка стоит 12 дирхам. Это вам на дом прямо курят доставляет. Либо 7 дирхам. Это вы забираете самостоятельно в одном из пунктов выдачи. Итого цена. Допустим, я выбрал, чтобы доставили на дом. Это займёт 3-4 дня. Вот цена с доставкой 2541 минус, если я оплачу по карте. То есть, вот самая дешёвая цена 2466 дирхам за телефон с FaceTime. То есть, это американская версия. И, конечно же, самый главный вопрос. Стоит или не стоит покупать iPhone 7 в Дубае? Ответ на этот вопрос зависит от текущего курса доллара. И посмотрите, вот график за последние два месяца. Курс доллара немножко упал. То есть, раньше был 66-67 рублей за доллар. А теперь 62-63 рубля. То есть, курс доллара немножко упал. Но компания Apple в России не спешит снижать цены на телефоны. И iPhone стоят, в принципе, столько же, сколько стоили и раньше. Давайте посмотрим, какие сейчас цены на iPhone 7. Вот официальный сайт iPhone в России. Он стоит 57 тысяч рублей. Также для сравнения, вот, например, Связной. Они как официальный реселлер Apple в России. Их стоимость тоже 57 тысяч рублей. И, ну, Nvidia у них 56-890. Ну, в принципе, там плюс-минус 100 рублей. Это незначительно. Короче, в России сейчас самый дешевый iPhone 7 стоит 57 тысяч рублей. Почти 57 тысяч рублей. И теперь посмотрим, сколько это стоит в Дубае при нынешнем курсе. Для вашего удобства я составил такую табличку. Допустим, вы купили доллары по курсу 1 доллар 65 рублей. И потом здесь в Эмиратах поменяли в обменнике по курсу 3.65 дирхам. В итоге, если вы нашли iPhone за 2.5 тысячи дирхам, то в пересчете на рубли получится 44 тысячи 525. С учетом российских цен, почти 57 тысяч, ваша выгода составит 12 тысяч 490 рублей. Если вы покупаете в Эмиратах iPhone за 2.700 дирхам, соответственно, в пересчете на рубли получается 48 тысяч 100 рублей. И ваша выгода уже чуть меньше. То есть почти 9 тысяч рублей ваша выгода. Но, допустим, вы заморочились с этим, нашли доллары подешевле, смогли купить в России. Допустим, вы купили в России по более выгодному курсу 1 доллар 63 рубля и поменяли в Эмиратах тоже по более выгодному курсу 3.66 дирхам. Да, иногда в некоторых обменниках можно найти и такой курс 3.66. Тогда, если iPhone стоит 2500 дирхам, он вам обходится в пересчете на рубли 43 тысячи рублей, и ваша выгода будет почти 14 тысяч рублей. То есть вы покупаете iPhone на 14 тысяч рублей дешевле, чем в России. А если же вы нашли iPhone Z 2700 дирхам, тогда это получается 46 тысяч 500 рублей, и ваша выгода составит порядка 10 тысяч рублей. Вот такие у нас получились выводы. То есть чем выгоднее вы сможете купить доллары в России и обменять их здесь на дирхамы, чем дешевле вы найдете iPhone в Дубае, тем больше составит ваша выгода. То есть минимальная выгода составит порядка 8 тысяч рублей, максимальная выгода около 15 тысяч рублей. Поэтому давайте, дерзайте, меняйте рубли на доллары по выгодному курсу, найдите в России банки у себя в городе, которые по максимально выгодному курсу могут вам поменять. Приезжайте сюда в Дубай, меняйте доллары на дирхамы, опять же можно найти выгодный курс, в некоторых обменниках он есть. И после того, как поменяли, пройдитесь по магазинам, найдите магазин, где можно купить за минимальную цену. Обратите внимание, чтобы iPhone это был не местный, не эмиратский. Если брать iPhone в Дубае, то нужно брать интернациональную, американскую версию, с FaceTime, не залоченной, и все в порядке, с ним будет, и в России будете пользоваться долгие годы. Кстати, мой iPhone 5s, он тоже дубайский, и в России никаких проблем с ним не было, это тоже интернациональная версия, не местная, не эмиратская. Буду ли я брать себе iPhone 7 в Дубае? Да, конечно, я буду себе брать, однозначно, и я буду брать не в магазинах, не в официальном Apple Store, не в Virgin Store, не в Carrefour, не где-то еще, я буду брать на Nasser Square. Почему? Потому что во всех официальных магазинах продается эмиратская версия, завтра мы поедем на Nasser Square, пройдусь еще раз по нескольким магазинчикам, найду себе американскую интернациональную версию по самой минимальной цене, и куплю. Так что давайте дождемся завтрашнего дня, и я уже расскажу вам, где, что, почем смог купить. Как и положено, история с iPhone заканчивается в России, в нашей любимой снежной, холодной матушке России. Нам сегодня повезло, идет снег, в теплой погоде падают крупные хлопья снега, крупные снежинки, и да, вот этот самый iPhone, который мы купили в Дубае, там снять не успели, потому что покупали вообще, буквально там за пару часов до выльяда самолета, все было очень-очень быстро, заехали, купили, уехали и все, ничего поснимать не успели. Поэтому концовку видео снимаем уже в России. Значит, в итоге, этот телефон iPhone 7, значит, самый дешевый, 32 гигабайта, в черном цвете, напомню, что другие цвета стоят чуть дороже, этот телефон обошелся почти в 46 тысяч рублей. И, кстати, эту концовку, это видео мы снимаем тоже на iPhone 7, не как обычно на зеркальную камеру, а именно на седьмой iPhone, чтобы вы могли увидеть, оценить, какое качество съемки видео. И еще хочу обратить ваше внимание, сразу после того, как купили седьмой iPhone, сразу же берите на него там чехол, бампер, не важно что, защищайте его, закрывайте, он очень подвержен, вот всяким царапинам, и всем подобное. То есть, пока мы летели из Дубая в Москву, там в аэропорту, не знаю, в самолете, в кармане или в сумке, не знаю где, тут у меня уже появились небольшие царапины, там какие-то еще, потертости, и они все, не убираются. Очень обидно, конечно, что так вот быстро он приходит в не очень приглядный вид, но ладно, в принципе, это, наверное, единственный минус, все остальное очень классно, я телефоном очень доволен. А, нет, еще один минус, он очень скользкий, этот гадина, этот сволочь, седьмой iPhone, он очень-очень скользкий. во-первых, то, что у него закругленные края, он поэтому скользкий, во-вторых, вот этот алюминий, сам этот металл, он тоже скользкий. У меня, напомню, до этого седьмого iPhone был iPhone 5S, то есть, у меня не был 6 или 6S, поэтому я сравниваю свой седьмой iPhone с пятым S, и пятый S, он лежит в руке вообще очень надежно, крепко, прямо как кирпич лежит в руке, и никуда не выпрыгнуть, не выскользнуть. А этот седьмой, прям, пока у меня не было чехла, так и норовил выскочить куда-нибудь, выскользнуть, и я его уже там пару раз успел уронить, ну, короче, у меня уже немножко покосный получился. Сейчас чехол на нем есть, все нормально, все в порядке, этот чехол тоже, он такой слегка, ну, это бампер, наверное, чехол, вряд ли его можно за чехлом, он такой, этот, немножко квадратненький, и теперь вот этот чехол, когда у меня, когда телефон у меня лежит в руке, он довольно такой, этот, чем-то напоминает мне 5S в руке, ну, гораздо удобнее лежит, на самом деле, чем он бы был без чехла, и постоянно выскальзывал. Напоследок, как и обещал, дам вам 9 самых полезных советов, без воды, только реальные, нужные советы, как выгодно купить айфон в Дубае. Я тут очень много себе, на самом деле, набросал, тут вот заметочки у меня, и спустя несколько недель, как купил, то есть, уже прошло, была возможность трезво все переосмыслить, взвесить все за и против, и здесь самые такие, действительно, нужные советы. Совет первый, покупайте айфон в Дубае, когда курс доллар идет на снижение. Apple в России не спешит снижать цены вслед за курсом, я вам уже показывал эти графики раньше, а в Дубае цены меняются пропорционально курсу доллара, то есть, вы купили здесь, в России, доллары по выгодному курсу, когда он снизился, поехали в Дубай, там купили, соответственно, вы сэкономили, у вас получилось, в конечном итоге, нечаянно. Совет второй, покупайте айфоны на Настерсквере, не в магазинах, не в официальном Apple Store, это выгоднее, почему? Однозначно, ну, это совет уже третий пошел, потому что вам нужно брать американскую версию, не местную, не эмиратскую версию, а в официальных магазинах, к сожалению, продается только амиратские версии, все, а на Настерсквере продается версия американская. Итак, совет третий, покупайте только американскую версию, не ОАЭ. Совет четвертый, не поленитесь обойти несколько магазинов, желательно обойдите 10-15 магазинов, то есть, там очень много на Настерсквере магазинов, обойдите их все и разговаривайте, узнавайте, где сколько стоит. Совет пятый, нет смысла ходить и присматривать iPhone заранее, то есть, идите на Настерсквер сразу с деньгами, сразу на месте, чтобы купить, почему? Потому что, в разные дни цены в магазинах меняются, и сегодня в одном магазине может дешевле, в другом магазине дороже, поэтому идите прямо сегодня, прямо с деньгами и сразу на месте покупайте, то есть, где сегодня дешевле, там и берите, потому что завтра тут может оказаться дороже, а в другом магазине дешевле, ну и сами понимаете, вам опять придется все ходить кругами повторно, искать дешевые цены. Совет шестой, замаскируйтесь под резидента, как будто вы там живете, как будто вы местный житель, если продавцы увидят, что вы турист, то есть, вы там загоревший, там в шортах, футболке такой, весь этот, ну типичный турист, то они вам, конечно же, будут называть высокие цены, потому что, ну, сами понимаете, что турист приехал сюда, потратить кучу денег, в ценах не разбирается, его можно немножко раскрутить на бабки. А когда видишь то резидент, что похоже на местного жителя, как будто вы здесь живете уже несколько лет, то понятно, что вы уже все знаете, и вас просто так не надуришь, поэтому они вам сразу будут говорить дешевую цену. Седьмой совет, кто из вас владеет английским языком хорошо, лучше не покупайте вообще айфоны в русскоговорящих магазинах. В русскоговорящих магазинах, там работают наши собратья, из стран СНГ, и они, как видят, что вы наш свой русский человек, они, ну, поверьте мне, просто я заходил во много магазинов, и они на самом деле предлагают вам цены дороже, чем, если вы зайдете, например, в какой-нибудь индусский, пакистанский магазин, где вообще нет никого русскоговорящего, то есть в этих магазинах, где работают индусы и пакистанцы, там вы получите цену гарантированно ниже, чем в русскоговорящих магазинах. Это проверено. Кто из вас владеет хорошо английским языком, вы получите айфон по более выгодной цене. Восьмой совет. Покупайте айфоны только за наличку, не по карте. Во-первых, многие магазины, где цены действительно низкие, и когда вы показываете им карту, говорят, нет, нет, мы карты вообще не принимаем, давайте наличкой. А некоторые магазины принимают тоже карты, но уже дополнительно прибавляют к цене 2,5-3%. То есть, опять же, вы получите, если вы рассчитываете по карте, вы априори получите айфон на 2-3% дороже, чем можно было купить за наличку. И, кстати, мы когда этот айфон покупали, то же самое, то есть, не предусмотрели этот момент, не было с собой достаточно налички, пришлось расплачиваться по карточке, и, вот смотрите, то есть, получилось чуть-чуть дороже. То есть, если бы мы покупали за наличку, то этот айфон вышел бы в 44-45 тысяч рублей, то есть, на тысячу рублей дешевле можно было его взять. И, напоследок, совет девятый, самый последний. Пожалуйста, покупайте айфоны самостоятельно в Дубае. Не надо обращаться ко мне, не надо мне писать, звонить и с просьбой привези мне айфон, купи мне айфон. Я не занимаюсь айфонами, не занимаюсь их покупкой, продажей. Я купил их чисто лично для себя и хотел поделиться с вами своим опытом. Поэтому, пожалуйста, мне писать, звонить не надо, чтобы я вам купил айфон. То есть, берете деньги сами, летите в Дубай сами, покупайте айфон сами и сами довольны. Все. Ну, либо просите там знакомых, если у вас есть, то есть через знакомых, не через меня, пожалуйста. И еще некоторые люди там боятся, переживают, что вот айфон, американская версия, как здесь будет работать в России, что там не все LTE диапазоны, 3G, 4G, LTE, что не работает. Все это фигня, ерунда. Пользуюсь уже несколько недель, интернет и 3G, и 4G, и LTE, все летает, все хорошо. У меня оператор МТС, вообще никаких нареканий нет. То есть, и это бред, что там американские или там эмиратские телефоны работают в России хуже, чем местные RST. Нет ничего подобного, то есть телефон работает прекрасно, никаких нареканий, никаких проблем нет. Так что смело покупайте телефоны в Дубае. С вами Лазат, канал InDubai. До скорых встреч, всем пока-пока.